ну что ребята всем привет долгожданное видео настройки плугов ну что ребята еще раз всем привет давайте с теории и потом по практике я вам покажу что вам легче было понять первым делом что вы должны ребята сделать подключаете свои плуги однокорпусные будто двухкорпусные подключили данные плуги должны трех точки ходить влево вправо не менее чем 30 сантиметров они должны болтаться на видео я это вам все покажу так как данные плуги при заглублении если они вы выставлены ровно отвал и они будут идти ровно как утюг как поставите они таки пойду ровно прямо как утюг если вы зажимаете данную навеску где-то больше пережали данные плуги вас могут смещать передок трактора будут выкидывать скале либо либо вправо либо влево и вам всегда придется держаться у разор и выворачивать руль так что для этого ребята первым делом плуги вас должны болтаться влево вправо я все это покажу на видео это очень важный аспект ребята и это вы должны контролировать второе ребята не у каждого есть там квадраты разные там кирпичи балки чтобы заехать на 20 сантиметров я допустим вообще не люблю это я сразу выезжаю на более ровную поверхность даже землю ребята либо асфальт идеально вообще цепляете плуги ребята максимально ровно стараетесь их выставить параллельно отношению земли вот ведь я буду ровно плугивная корпуса ровно земля ровно трактор и также вид сбоку плугов уклон чтобы был понимаете не такой не такой плугов в двухкорпусных а постарайтесь визуально определить ровно чтобы ровно стояли плуги вот корпуса наши ребят чтобы понимали да не такой куклы не такой а ровненько вот так ровно и вот смотрите ребята что происходит вы выставляете максимально здесь здесь от асфальта берете рулеткой глубину делаете первую ребята 10 тире 12 сантиметров колесо приподнимаете от асфальта это первое что вам главное чтобы он начал пахать вот что вы дальше должны обратить внимание пока вы стоите на асфальте ребята вид сверху плуг 5 5 . задние должна заканчиваться лемик должен пятка последний кончик или миха должен идти параллельно внутреннему диаметру колеса внутренним вот так вот вот видите мы балку ложим допустим и она вот длинная у вас она дотрагивается до пятки может чуть-чуть заходить даже но нету влево сторону потому что будет очень тяжело ему работать второй плуг точно так же ребята вот у нас первая палка лежит по полиция прижимаем ее а вторая пяточка должна соответствовать переднему носику точно так вот и вот это отношение полос вот это вот ребята должно быть одинаково между друг другом тогда данные плуги стоят идеально в корпусе идеально что мы делаем дальше ребята выезжаем мы на поле вот такой настройкой все ровно у нас здесь ровно максимально постарайтесь настроить делаем мы первую разору первый заезд данный трактор у нас уже ребята под наклоном ну чтобы вы понимали уже уклон имеет да но первый заезд вы когда делаете у вас корпус плуги корпуса вот под таким уклоном так как трактор вы максимально его постарайтесь выровнять параллели вот этой земли вот этой части трактор будут наклонен а плуги максимально и это вам надо контролировать постоянно плуги должны быть расслаблены вот потом вы что делать регулируете обратите внимание какой корпус больше захватывает 1 либо 2 3 . ребята сжимая ее мы поднимаем хвост разжимая и мы хвост опускаем вот и все ребят давайте смотреть видео надеюсь вам будет более понятно что то если не понимаете ничего страшного спрашивайте так что поехали смотрите я выровнял все эти лапы вот мы подключаем плуг друзья да тут должен стать ровно как трактор ровненько стоит также плуг ниже ровненько стоит у вас когда вы подключили все верно на смотрим рассказываю вот винты регулировочные боковые у нас и третий винт регулирует заглубление первого плуга и второго плуга вот это когда двухкорпусный плуг ребят вы должны будете отрегулировать до такой степени чтобы плуги брали что задний что передний одинаково но вы должны понять ребята на начале пахоты обычно всегда заглубляется либо ну первые начинают бывать задний первый чуть позже схватывать из-за этого вы должны проехать какой-то промежуток расстояния чтобы понять ну не один метр не два метров 15 и тогда вы увидите поймете на кого плуг правильно где заглубляется вот так же вы должны понять смотрите у вас лапы стоят ровно до лапы левая правая лапа при стараться выставить так чтобы вот когда лапы ровненький у вас ребята вот данная пяточка этого плуга можете подложить досочку какую-то палочку грубо говоря когда вы вложите палочку заднему колесу и сесть длинный пал каждый переднюю кольца это вообще идеально вылаживаете палочку что и она касается пяточки плуга тогда он реально ровный идеальный но я вам скажу эти плуги реально по себе идеально ровные бывает такое что на креплениях загнута стойка на плуге немножко и они неправильно смотрят особенно на китайских мототракторах такая беда ребята бывает вы стоишь так идеально на самом деле вина с вообще установленных плугов на точках крепления не криво смотрят в разные стороны вот я это тоже может покажу скоро на мототракторе потому что там реально ужасно выставлены плуги вот и все ребята сейчас могут игру это просто мы подключили получается опорное колесо мы будем регулировать глубину сейчас 3 нас ровно сейчас мы будем выезжать я уже не в борозду буду сжать а по новой борозде это делать и мы посмотрим как он работает и дальнейшие настройки будем делать а ребята еще что хотел добавить забыл смотрите логи вообще ребята вот смотрите вот так должно быть входить во все стороны никаких зажатости ни влево ни вправо они сами найдут свое ровное место ребята должны ехать немедленно ехать надо со средней скоростью за средней я включаю вторую передачу у себя и поехали все видите он сел я бы не смотреть причину почему он сел смотрим ребята глядите понятно что сейчас ровно мы едем первый ряд но видите у нас тут стойка плуга уже легла вправо видно шоп лук лег вправо это раз во вторых смотрим видите как первый сильно заглубился задний слабо заглубился я даже не могу ехать дальше сразу буксует о что мы делаем ребята нам надо сейчас выровнять вот эту стойку сюда ровно и сделать параллельно с трактором и также на задний корпус добавить уклон откручиваем винт чтобы задницу придавить получается этот винт мы поднимаем а здесь мы откручиваем для того чтобы задний винт задницу придавить туда но смотрим ребят сейчас сделаю так мы видели что передний корпус нас очень сильно заглубляется задний не сильно заглубляется опустил задний корпус можете опустить чересчур даже ребята вам надо настроить чтобы он хотя бы просто мог поехать просто поехать не буксовал вот получается я отрегулировал корпус данным винтом и также приподнял данную лапу но лапу ребята уже вот мы становимся сзади трактора и как видим данная стойка у меня была вот так вот завалено теперь она вот так завалено мы ее пока оставляем остальное чушь то мы ребята отрегулируем колесом глубины так что пробуем нам еще раз то есть главное чтобы он мог начать пахать просто пахать на любой глубине чтоб не садился смотрим как видим да пашет красиво поехали быстрее вторая передача ребята очень красиво пашет все вот все смотрите ребята если красиво так пашет пошли покажу вам видите медленно глубоко неплохо неплохая глубина глубина не устраивает встречи я нечаянно въехал в ту колею но мы сейчас поднимем плуги заедем снова же в эту же колею если он у вас так пашет не путь даже более-менее уже хорошо ребята всегда доделайте проход в своем поле от начала до конца даже когда будет более времени и самая основная регулировка теперь у вас будет ребята именно на втором проходе ребята вот вторая настройка самая основная что мы делаем опять небольшая скорость вторая передача допустим заезжая в ту колею которую прогнали медленно опускаем плуги так как данные плуги болтаются но и сейчас они найдут свое место опускаем плуги и едем проезжаем метров 15 все стоим смотрим что дальше будем настраивать что мы видим ребята смотрите трактор наклонен но мы видим что еще плуги еще имеет такой уклон немного мы его его выровняем сейчас на данный момент по глубине пока не видно какой корпус хорошо берет передний или задний когда будем пахать на более-менее высокой скорости мы сразу увидим где больше захват это тогда еще отрегулируем либо задний либо передний центральным третьим винтом если вдруг у вас он пашет поверху ребята отнимите обязательно колесо может она в плане имеют то что может она сильно раскручена и уже не дает плугам заглубиться нормально так что ребята я чуть-чуть колесо подниму почему даже подниму ребята так как когда я буду поднимать ту сторону она автоматически колесо еще больше будет давить из этого колесо это как при подъеме правой стороны правой тяги вам придется всегда это колесо чуть-чуть приподнимать я думаю вы понимаете он так стоит если вы уравняете колесо уже ближе к находится к земле из-за этого я заранее три винта откручу и подтянул боковую тягу вот эту вот и будет смотреть что дальше а уже следующая регулировка ребята это захват корпусов третьим винтом либо выигрываю передний корпус либо задний смотри но все ребята отрегулировал я его ровненько стоит ровно параллельно доплубор стать ровно этой земле а трактор будет стоять под наклоном но сам плуг корпус вот этот прямой должен стать ровно параллельности земли теперь я даже не выходя не выключая камеру проверим на скорости как он будет работать на средней скорости не на супер большой а на средней на третье уже плавающий режим обязательно и погнали смотрим что задний корпус но вроде идеально вообще-то или передней еще все остановились вроде идеально пашет остановились выходим еще раз проверяем положение к земле корпуса идеально ровно все хорошо так теперь нам надо определить какой плуг больше захватывает как я вижу даже по земле передний плуг больше берет чем задний вроде бы сейчас еще дадим за чуть-чуть по пол оборота но мы оборот максимум все и погнали ребята а теперь я вам покажу просто какая скорость пахаты ну и вы смотрите ребята когда вы это все настроили да вы только регулируете колесом глубину которая вам нравится и вас устраивает все он идеален хотите если вы боитесь что сейчас настроить берете маркером все помечаете каждый винт помечаете маркером где что было и проблем у вас долго не будет вашим на повышенной 1 моя любимая тема старт будет тяжелый но попробуем скажу вам честно глубина за большая где-то 23 сантиметра это чувствуется так как трактор подсаживается реально можно глубину чуть-чуть меньше даже сделать и он будет идеально пахать так что ребята я еду сейчас на место еще раз пробежимся что как начать и всем вам удачи друзья еще хочу рассказать причины плохой пахаты не тянет трактор не может потянуть полуги вроде бы и легкие но не тянет смотрите всегда при пахоте самое главное это сейчас я просто их опустил ребята но еще раз говорю плуги должны быть вообще свободное болтаться это раз во вторых пятка должна идти во время пахоты ребята откопайте проверьте вдоль резины даже может чуть-чуть заступать там сантиметр может заступать и за нее чуть чуть меньше захватывать ничего страшного и также сохраняться ровность вот этого носика от начала до конца трактора вот это раз это такая причина если у вас он будет дальше заходить большой будет захват тяжело ему будет пахать всегда вот из основная причина ребята это выставка корпусов по заводу если они у вас криво стоят постоянно трактор тянет влево вправо и вы уверены что вы все хорошо настроили это сто процентов будет косяк корпусов вы просто их берете ставите даже не обязательно к трактору берете длинные палки прилаживаете от пятки до носика ровно один корпус второй и если вы видите что между ними расстояние разное значит извините корпуса неверно стоят из-за этого пахоты у вас никогда не будет идеальной просто никогда так что ребята если в основном вы все хорошо поставили вас ведет трактор процентов 80 90 причина что корпуса стоят неровно обычно даже редко когда регулировка у вас будет косячина обычно это неровные корпуса так что имейте ввиду вот и все ну вроде идеально друзья вот так вот что хочу показать да можно чуть-чуть даже ну вроде все идеально на еще раз говорю ребята плоскость земли плоскость плугов пяточка обязательно должна быть когда он пашет на уровне колеса ребята на уровне колеса это обязательно за внутренней части ну вот и все друзья вот и все настройки еще раз повторяюсь ничего тяжелого нету посмотрите мое видео не спеша потихоньку как бы должны понимать когда вы регулируете правый левый либо левый винт уклона вы должны понять если вы поднимаете правый винт сторону колесо будет давить заранее из этого его должны глубину поднять ну в плане поднять винтом колесо поднять если вы наоборот правый винт опускаете то колесо надо опускать чтобы сохранить ту же глубину вот и все друзья подписывайся ставим лайки классной вам пахоты для скорых встреч всем пока